Сегодня пошел в магазин и купил вот таких подшипников. Но сейчас я расскажу. Я обычно как что-то ремонтирую, здесь и нет у меня какого-то подшипника. Я иду покупаю, но покупаю всегда с запасом. Понимаете, с запасом покупаю, чтобы было. Ремонтировал, не знаю, откуда эти подшипники. Но сразу, видите, сразу какой-то запас у меня есть. Тут тоже пошел, думаю, что-то я что-то там ремонтировал, не помню, что я ремонтировал. Пошел, сразу накупил вот таких подшипников. Думаю, пускай лежат, чтобы не бегать, не искать. Это у меня ремонтные ролики. На пятерик, на заднюю втулку, вот эта ремонтная здесь. Ну, я не буду показывать. Вот тоже, видите, вот разные подшипники. Про запас у меня. Все про запас. Видите, какие, какие. Думаю, да. Чем потом, вот как вчера попалось у меня, что я не мог. Еле-еле собрал подшипники. Хорошо, что не выбросил. Я же говорю, сюда не выбрасывайте. И не выбросил это со старых подшипников. Я же думал, у меня на педальке есть. Вот. Вот они на педали. Думаю, да, у меня подшипники есть. А они, оказывается, вот видите, вот они. Есть, да. Да, кажется, их нет. Потому что вот здесь вот шарика уже не хватает одного. Вот, потому что начал ремонтировать. Да, у меня есть. А, оказывается, у меня их нет. У меня есть, а их нет. Поэтому сегодня я пошел и купил подшипников. Вот. Говорю, захожу в магазин. Я его обычно на рынке покупал там. Магазин один закрытый. Со второго магазина этот продавец уехал. Вот. Покинул наш город. И спросил его, нет. Другой закрытый. Пришлось идти аж далеко в другой магазин. Вот. А там, мы обычно знаем, что там дороговатые. Ну, все детали дорогие. Ну, а куда деваться? Думаю, надо брать. Поэтому вот такие мне нужны были подшипники вчера. Вот. И я их сегодня пошел. Штучка 20 гривен стоит. Вот. Ну, и что, прошел. Говорю, давай. Давай сколько. Сколько тебе? Говорю, да давай. Мне он начал вытягивать, складывать, раскладывать. Говорю, еще, еще, еще. И вот он мне выкладывал 8 8 8 8 штук. Я взял по 20 гривняков. Вот они 8 штук. Ну, давай, Говорю, вот и других. Вот и других взял. 3 штуки. Они, кажется, у меня есть. Это вот такие подшипники. Ну, раз есть, значит, пускай будут. Вот. Вроде бы, как бы, они такие. Да не такие. А этот вот тоже что-то непонятное. Это вот сюда. Это вон, в сумме выходит 9 штук дал, да? 9 штук таких дал. Ну, пускай будет. И вот, что самое интересное, ребята, хочу я сказать. Сейчас стали подшипники выпускать. Вот эти вот обоймы вот это вот. Очень, очень тоненькая. Вот видите, вот это вот. Очень тоненькая. Вот. И оно быстро это вот изнашивается и выходит из остроя. Вот это вот обоймы. Чуть по другому, другому, как говорится, манеру. Вот видите. Чуть-чуть потолще. Ну, я хочу сказать, вот сейчас я вам найду. Вот тут у меня есть подшипники. Куда ты полетел? Вот. Сейчас я найду, покажу. Где-то у меня были тут подшипники. Ага, вот они. Вот смотрите. Сейчас я... Вот они два. Вот смотрите. Выпускали, или разные заводы выпускают, или раньше. Вот смотрите, какой широкий вот это вот. А здесь вот узенькая, вот она. Видите, какая узкая. Ну, заметно вот, да? Вот их видно, что они... И вот эти подшипники быстро выходят со строя. Ну, делают для того, чтобы мы их, как говорится, почаще покупали. Вот. И... Ну, это правда другой подшипник. Но все равно вот они есть. Я же говорю, вот они широкие, и с широким. А есть узкие вот такие. И когда-то я показывал на этот, на руль, на... Вот эти руль крепятся. Там тоже подшипники. Одни вот такие широкие, а другие узкие. В общем, сейчас выпускают разные подшипники. Вот. И они быстро выходят со строя. Вот. Поэтому я вот так вот был в магазине сегодня и решил, и вот так вот взял и купил побольше. Побольше запасом. Вот. А теперь у меня вот сколько таких подшипников. Вот. Поэтому и беру вот так вот с запасом. Потому что еще надо ремонтировать и там и собирать велосипеды. Вот. Я говорю за то, что вот или раньше, или выпускали такие подшипники. Или сейчас. Может, другой завод выпускают. Вот. Смотрите. Заметно. Одинаковые подшипники. Вот они. Смотрите. Все одинаковые. Но на одном, смотрите, обойма такая узенькая, прям продавленная сюда. А здесь вот обойма, обойма, вот она пошире. Видите? Помощнее. И вот здесь вот тоже, смотрите, сами, сами вот эти язычки такие тоненькие. Здесь они, вот, если сложить вот так, они видно помассивнее немножко. поэтому я же говорю, беру с этим самым запасом. Вот сегодня пошел и взял вот таких подшипников целую кучу. Потому что такие вот подшипники, они долго не ходят. Вот. Если еще заводские, если вот велосипед там завода идет, там хорошие подшипники ставят, они долго. А вот такие уже, которые покупаешь, я говорю, ну что, тут эта обойма, она как ниточка. Поставишь ее, она быстро выходит со строя. Если чуть грязь попала туда, значит все. Поэтому вот так вот я и беру, имею запас такой. Потому что буду собирать один велосипед, надо перебрать, второй мне перебрать. И тот тоже. Там, в общем, надо пару велосипедов перебирать и придется там подшипники, значит, мне менять. Так что, ребята, вот такой вот сегодня показал вам запас своих подшипников. чтобы, как говорится, не было так, как вчера. Разобрал, а подшипников у меня не оказалось. Пришлось собирать старый подшипник, который не выбросил, я же повторяю, и его ставить вместо... Ну, а был бы такой новенький, я сразу поставил бы и голову не морочил бы. Так что, ладно, ребята, запас подшипников у меня есть. там еще где-то на руль у меня отдельно подшипники есть, ну, вот эти все механизмы. Ладно. Сегодня про подшипники рассказывал. Так, благодарю всех за внимание. Удачи всем. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok